Протери Артемий Владимиров Как благодарить врача, если предложенная им терапия оказалась успешной? Вопрос более чем современный, и мы, прежде чем поразмыслить над ним, давайте обратимся к ветхозаветному мудрецу Иисусу, сыну Сирахову. В 38 главе этой назидательной книги мы найдем следующие мысли. Почитай врача честью понадобности в нем, ибо Господь создал его и от Вышнего врачевания, и от Царя получает он дар. Сын мой, в болезни Твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь и исправь руки Твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоухание из семидала муки, памятную жертву, и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий, и дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от себя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех, ибо и они молятся Господу, чтобы он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни. Но кто согрешает, предсотворившим его, да впадет в руки врача. Это очень содержательные речения Иисуса, сына Сирахова, и мы узнаем таким образом из Святой Библии, что врачебное искусство от Господа, дар врачевания снисходит свыше. И когда нас посещают болезни, мы по мысли мудреца должны прежде всего обратиться умом и сердцем к Всевышнему, обратиться с молитвой о помощи, и Бог сказано исцелить тебя. Однако и от нас что-то зависит в деле поправки здоровья. Кому же приходит облегчение и исцеление? К тем, кто выполняет следующее повеление Священного Писания. «Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце». Исправление образа мысли и образа жизни лежит во главу угла, когда речь идет о больном, чающем, получить от Господа через руки врачей исцеление. Необходимо переменить жизнь от худшего к лучшему, кто пил невоздержно, да трезвится, кто осквернял свою плоть развратом, да уцеломудрится, кто крал впредь, не кради, говорит апостол Павел в одном из своих посланий. От всякого греха очисти сердце твое. Очистить сердце мы можем только предварительной молитвой и затем участием в таинстве покаяния, принести исповедь необходимую всякому и, в первую очередь, больному. Сделай тучное приношение, как бы уже умирающий. Мы не знаем, что день грядущий нам готовит, не правда ли? И поэтому, почитая сегодняшний день, последним, принесем тучное приношение, вознесем благоухание из муки, как памятную жертву. Речь идет, конечно, о делах милосердия, о том, чтобы всем все простить, о том, чтобы всех благословить, каждого пожалеть, свершить деятельное добро, если это в наших силах. И вот так, приготовив себя к лечению, дай место врачу, ибо его создал Господь, и он нужен. Не следует пренебрегать лекарями, как иные нерассудительные мыслят. Все равно страшный суд не сегодня-завтра. Нужно ли мне лечить заболевший зуб? Нужно. Во-первых, потому что мы не знаем времени пришествия Господа. А во-вторых, потому что тело – это не шагриневая кожа, которую нужно как можно быстрее сбросить. Но инструмент, посредством которого в этом мире действует душа, этот инструмент нам должно содержать в порядке. По слову Макария Великого, душой жить так, как будто бы вечером уже предстанем на суд Божий. А тело свое так содержать, а так о нем заботиться, как бы нам предстояло жить еще сто лет. Это не мои слова, но величайшего мистика раннего средневековья преподобного Макария Великого. В иное время и в руках врача бывает успех. Да, конечно, эскулапы не всемогущие. Да, конечно, усилия их ограничены. Но так как от Бога искусство врача, то лекарю многое дано в том, чтобы поправить наше здоровье, если мы ему доверяем и вместе с ним молимся Богу. Они тоже молятся Господу, чтобы Бог помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни. Конечно, не всякий врач религиозен. Однако, если мы воспринимаем его как орудие, милующее нас воле Божией, от врача требуется прежде всего профессионализм и доброжелательное отношение к пациенту. Бог силен через него даровать нам помощь. Но кто согрешает предсотворившим его, да впадет в руки врача. Мне думается, что в этой последней фразе говорится о враче неумелом и неискусном. А может быть, бессильным улучшить положение того больного, который всю жизнь попирал нравственный закон, отмахивался от совести, как от надоедливой мухи, думая, что будет жить вечно. Болезни и настигают зачастую тех людей, кто свое естество в молодости приносил в жертву греху и уже под старость вдруг познает, каким неверным путем он шел. Как же благодарить врача на этот вопрос, отвечает апостол Павел в послании к фессалоникийцам? Непрестанно молитесь к Богу, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. И действительно, дорогие друзья, искренняя признательность к тем, кто вкладывает в наше здоровье частичку своей души, кто печется о нас, о самих себе, не покладая рук, участвует в нашем врачевании, эта признательность и благодарность зачастую не имеет границ. И поэтому, не оставаясь неблагодарными, вспомоществую врачам, будем всегда в сердце своем хранить их имена, как наших благодетелей.